Голос мой, пристает в сердце. Истина? Кто знает, что есть истина? Хватит. Зачем нас слушать его? Послушайте меня, уважаемые. Вот я вывожу его к вам. И чтобы вы знали, что я не нахожу виновным его в тех преступлениях, в которых вы его обвиняете. Я хочу, чтобы вы его освободили. Хватит. Зачем нам слушать его? Какое нам дело, чтобы по вашим римским законам он оказывается невиновным? Мы имеем свой закон. И по закону нашему он должен умереть, потому что вы до вас спелосы до Бога. И у вас на это есть свидетели? Да. Да, у нас есть свидетели. Он обещал, что разрушит наш храм и в три дня его восстановит. Давал себя царем, давал себя за сыном Божьем. Он нарушает субботу. Слышишь, сколько свидетельствует против тебя? Не правда. А, за этого недостаточно? Смерть. Это богохульство. На что нам еще свидетели? Хорошо, я выслушал ваше обвинение против него. Я еще раз допрошу его. Иисус, ты слышал, сколько обвинителей против тебя? Скажи что-нибудь в свое оправдание. Защищайся. Почему же ты молчишь? Отвечай. Иисус, удивительный ты человек. Послушайте, я еще раз допросил внимательного этого человека и не нашел в нем никакой вины. Я прикажу наказать его и отпустить на свободу. Мне кажется, они завидуют ему. И что, больше всего интересно, эти иудеи вкутали меня в свои разборки. Послушайте, вы обвиняете этого человека в присвоении царской власти и в том, что он является врагом Кесарю. Мало того, вы и меня делаете врагом Кесарю. И только потому, что я не соглашаюсь с вашим мнением. Но посмотрите же на него внимательно. Разве он может быть врагом могущественному Кесарю? Нет. Ведь только вы и называете его опасным преступником. А если это так, значит он действительно ваш царь? Он нам не царь. Не царь он нам. Послушайте, я хорошо знаю о том, как Синедрион относится к пророкам. Я бы хотел спросить мнение народа. Не препятствуйте, пусть народ подойдет поближе. Жители Иерусалима и пришедшие поклониться. В дни ваших праздников я, по обычаю, отпускаю вам одного из заключенных на свободу. И сейчас у нас сидит один заключенный Варава, который был схвачен в подстрекательстве и мятеже. И был осужден за убийство. И также вы знаете и Иисуса из Назарета, который в народе считают царем иудеев. Итак, я вас спрашиваю, кого из этих двух вам отпустить на свободу? Варава! 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 Варава купи! Тихо! Тихо! Я еще раз вас спрашиваю, кого вам отпустить на свободу? Варава! Варава пустина! Варава! Варава на свободу! А что же мне сделать с Иисусом? Распли его! Я выслушал ваше мнение, а теперь выслушайте мой вердикт. Я, заместник Иудеи, Отти Пилат, властью, данной мне императором Хесарем и на основании римских законов, провозглашаю вараву отпустить. Нет! Иисуса распять! Вы знаете что? Я не виновен в крови этого праведника. Вы сами решили учесть его. И в знак этого я умываю перед вами всеми руки. Пусть он вообще один человек умрет за народ, чем весь народ поедет. Так, вот его на нас и на наших детях. На распятие на хрест. Нет! Так, вы решили? Распни. Сотик, ну, распорядись исполнить приказание. А также распорядись на табличке. Пусть напишут. Дай иудеям. Здорово! Приступить к неправдению. Варану, здорово! Осторожно! Разойдись! Грена! Нет, вы не будете с ним! Дай и в месяц! Осталось! Дай и в месяц! Дай и в месяц!